Субтитры сделал DimaTorzok Вы узнаете основные отговорки тех, кто вроде как хочет бросить курить, но в то же время продолжает курить. Также вы узнаете автопортрет курильщика. И что делать, чтобы желание закурить вновь у вас не возникало. А здоровый образ жизни был в вашем естественном состоянии. Итак, обо всем по порядку. Чего боятся те, кто не решается все-таки бросить курить? Они боятся, что после этого их достанет стресс по полной программе. И я вас прекрасно понимаю. Когда вы закурили, действительно, ваша реакция на окружающую среду, она изменилась. Вопрос, изменилась ли окружающая среда при этом? Куда делся тот стрессовый фактор, который вы теперь не решаете, вы просто спокойно наблюдаете за ним? Ну, конечно, я понимаю, что если стрессовый фактор это, я не знаю, дождь на улице, а у вас нет зонтика. Это такая терпимая вещь, хотя если у вас низкий иммунитет, отделаетесь еще и обострением бронхида. А если стрессовый фактор это угроза вашей жизни? Вы знаете, и в этих условиях успокоиться как бы здорово, конечно, наверное. Ну, угроза-то куда денется? Она-то останется. Больше того, вы же уходите из стресса уникальным путем. Только вы закурили, через несколько минут токсические вещества увеличивают вязкость вашей крови. Густая сметана не может попадать к вашему мозгу, мозгу не на чем активничать во время стресса. Все, и вы типа успокоились. Да, у него нет ни кислорода, ни питательных веществ. Ваш мозг находится в таком полудремотном состоянии. Вроде как вы получили плюс. Но вы знаете, в то время, когда вы таким образом успокоились, ваше сердце перекачивает кровь уже с большой нагрузкой. И начинает появляться легочное сердце. Кто не знает, заведите в интернете. Посмотрите, чем это заканчивается. Больше того, сердце вынуждено прокачивать, проталкивать густую кровь через сосуды. И в конце концов они могут не выдержать. Инфаркт, инсульт развиваются легко и просто. При таком способе уйти от стресса. Вы знаете, стрессы нужно решать совершенно другими путями. Такие видео есть на моем канале. Вы легко можете подписаться и посмотреть в любое удобное для вас время. Как и записаться на консультацию, если оно вам будет необходимо. Не боритесь с стрессом. Не закрывайте глаза на стресс. Вы знаете, метод страуса не работает. Он работает хорошо в пустыне. Если вы уверены. А вот в городе хуже. Потому что паркет, голова плохо пробивает. Как и асфальт на улице. Поэтому таким путем уходить от стресса не стоит. Вторая отговорка тех, кто не решаются бросить курить. Они боятся, что после этого наберут вес. И в основном это женщины. Если от стресса в основном уходят мужчины, то с весом боятся бороться женщины. И я вас прекрасно понимаю. Пока вы курите, в ваш организм попадает более 200 различных токсических веществ. Примерно около полусотни из них обладают канцерогенными свойствами. И когда вся эта армада химии попадает в ваш организм. Ваш организм начинает бороться с этим. Он не работу вам обеспечивает. Не развитие полноценное или восстановление после каких-то заболеваний. Он борется со всей этой химической атакой. Тратит на это кучу сил и средств. И понятно, что вам не до жиру в этих условиях к вашему организму. Но если вы боитесь бросив курить, набрать вес. Вы знаете, все легко решается. Да, я понимаю, что какое-то время ваш организм вздохнув наконец свободно. Займется созданием запасов. Потому что поди знай, вдруг у вас опять возникнет желание закурить. Ему же нужны какие-то резервы. Я прекрасно понимаю. Так эти резервы можно помочь создать. Это лежит в области правильного питания. Коррекции образа жизни. Да, вы немножко наберете вес, потом сбросите. Будете в том весе, какой вы захотите. Потому что моя система питания обеспечивает вам, может обеспечить как набор веса, так и снижение по вашему желанию. То есть это все легко и просто делается. Третья отговорка тех, кто в принципе колеблется. Не знаю, бросать, не бросать. Говорят, а вон сосед, знакомые бросились, что делают, опять курят. Конечно. Потому что если они не нашли решение первых двух задач, понятно, они проще уходить от стресса закурив, проще сбросить вес, отравив свой организм. Они идут по этому пути. Это не отговорка. Это отговорка для людей слабохарактерной. А для людей, которые хотят жить лучше и дольше, это не отговорка. Это неправильный подход. И я плавно перехожу к второй части этого видео. Автопортрет курильщика. Ну, как вы сами понимаете, как только вы начинаете курить, в ваш организм входят не просто две сотни токсичных веществ, они еще обладают уникальным ароматом. И здесь ситуация понятная. Неприятный запах изо рта, он не всем приятен. Поэтому дамские сигареты иногда бывают с различными ароматизаторами, с ментолом. Способ борьбы с помощью жевательной резинки, которая тоже имеет свой аромат, он тоже известен. То есть, в принципе, борьба с этой неприятностью, которую вызывает курение, в принципе, недорогая относительно. И достаточно эффективные, достаточно результативные. Поэтому, как бы, тут я понимаю, что в этом эта часть автопортрета не сильно вас страшит. Но вы вводите дым, все-таки, как бы вы не хотели, вводите все-таки в легкие. Легкие, с точки зрения восточной медицины, это хозяин энергии. Он начинает страдать, он начинает защищаться. И защитно-приспособительная реакция вашего организма, это кашель. Причем, когда вы начинаете курить, кашель обычно только по утрам, и утренний кашель там закашлялись, от кашля немножко мокроты, или проглотили эту гадость, ввели ее вновь в свой организм. Ну, это уже от вас зависит, как вы выберете. Но у вас уже абструктивный бронхит курильщика присутствует. И, вы знаете, в принципе, это достаточно серьезная штука. Если же у вас кашель не только утром, но бывает и днем, и вечером, возможно, у вас абструктивный бронхит пошел дальше, у вас развилась патология более глубокая бронхов, может быть, там у вас есть фактически разрушение части бронхов, и у вас появляются такие вот каверны фактически в бронхах, в бронхах, развивается бронхоэктотическая болезнь. Это очень неприятная ситуация, потому что там мокрота имеет тенденцию застаиваться, нагнаиваться, там любят размножаться плохие бактерии, продолжать догрызать ваши бронхи, дальше увеличивая эту патологию. Ну, и параллельно развивается эмфизема легких, расширяются легкие, пневмосклероз, то есть часть легких просто замещается с санитой тканью. И, я так понимаю, вы уже пошли по нехорошему пути, хотя это еще только начало. Ну, легкие не пересаживают, обычно пересаживают легкие в комплекте с бронхами. Ну, вы знаете, по информации лет 5-6 назад, такая операция по-скромному стоит около полумиллиона долларов. Одно сердце стоит 250 тысяч долларов, а легкие в сердцем в комплекте это полмиллиона долларов. Я понимаю, что если вы курите, вы на всякий случай, вы же хотите жить все-таки дольше и лучше, вы же поэтому-то и снимаете стресс таким путем, вы должны иметь на банковском счету примерно такую сумму, что вдруг, если что, так вот так. Но вы знаете, кроме того, что вы вдыхаете токсичные вещества, вы же вдыхаете еще канцерогены. Вот при раке легких уже не пересаживают, а рак легких у курящих возникает в 20 раз чаще, чем в среднем у населения. И это серьезная ситуация, что с раком легких вы будете делать. Его не всегда диагностируют на ранних стадиях. Бронхит он слышен, вы о нем знаете. Он вам утром, каждое утро напоминает о себе. Здесь возникает определенная ситуация. И я прекрасно понимаю, что для того, чтобы уменьшить вероятность развития рака легких, вы мокроту должны, в принципе, куда-то девать. Потому что в слюне есть часть токсичных веществ. Если вы их глотаете, конечно, тот гастрит, с которым практически знакомится большинство еще в детстве, он начинает периодически обостряться, появляются эрозии, язвы образуются в желудке, в 12-перстной кишке. Периодически они обостряются. В принципе, это такая мелочь, там не сильно большинство тревожит. При обострении потеряете там пару тысяч гривен, несколько сотен долларов на лечение и все. В принципе, как бы все может закончиться. Но вы знаете, хроническое проглатывание слюны обостряет вам не только гастрит, а желудок идет в сторону онкологии, появляется рак желудка. И вы знаете, вот такие яркие симптомы рак желудка, так как и рак легких, тоже не выдает сразу на ранних стадиях. Вы как часто делаете бронхоскопию, чтобы определиться с своим состоянием органов дыхания? Или гастроскопию, чтобы просмотреть, в каком состоянии желудок? Один-два раза в год? Когда вы последний раз были на осмотре? Я думаю, что ситуация интересна. Но я же еще не закончил. Это еще только начало автопортрета курильщика. Конечно, вы можете сказать, ладно, бог с ним, буду сплевывать. Сплевывать макару-то вы, конечно, можете. Но когда вы сплевываете, фактически, вы нарушаете циркуляцию мужских половых гормонов по организму. И женские, кстати, тоже. И сплевывание макароты приводит к тому, что снижается потенция у мужчин. А у женщин появляются различные дисгормональные изменения. Во что вы оцените возврат потенции, когда вы ее потеряли таким легким способом? Вы знаете, многие мужчины готовы отдать очень многое, чтобы вернуть способность быть мужчиной. В прямом смысле слова. И это не так просто. Ну, женщинам немножко, конечно, проще. Проглатывая слюну с, фактически, компонентами табачного дыма, у женщин чаще развивается предминструальный синдром. Кстати, это не только женское страдание. ПМС имеет тенденцию распространяться на мужчин. И мужской ПМС это попытка уйти в лучшем случае на рыбалку, на охоту. В худшем случае найти другую женщину без ПМС. Детский ПМС это попытка уйти в игры, в интернет, куда угодно, к друзьям, знакомым, лишь бы дома не оставаться, не попадать под арт-обстарел. Ну, по дороге женщина зарабатывает фиброзно-кистозную мастопатию или просто мастопатию. А это движение уже в нехорошую сторону, первый шаг в рак молочных желез. Ну, ВСД это просто бесплатное приложение к табакокурению вне зависимости от возраста и вне зависимости от пола. И мужчины, и женщины могут страдать, потому что, в принципе, вегетативная нейросистема при этом работает не очень хорошо, потому что кровь она периодически не получает, периодически она приходит на голодный поет. у женщин возникает куча проблем, развивается поликистоз, на таком фоне бесплодие может быть. В случае, если развилась беременность, угроза прерывания беременности, потому что у женщины густая кровь, соответственно, идет гипотрофия плода, плод не развивается полноценно, развиваются различные уродства различных органов и систем. И фактически, если женщина и родит ребенка, то здоровым будет очень сомнительно. Причем, вы знаете, эта ситуация может развиться даже если вы бросили курить и после этого забеременели или бросили курить на ранних стадиях беременности. Вы знаете, для того, чтобы женщина могла родить здорового ребенка, ей нужно бросить курить как минимум за полгода до беременности, а потом хорошо почистить свой организм правильно, натуральными средствами, желательно целенаправленно. Если вам нужна такая помощь, не вопрос, контакты вы видите. Потому что вы знаете, ну дойдя до родов, такой женщине тоже очень тяжело. Матка плохо сокращается, родовая деятельность идет не так, как вам хочется. После родовый период идет с громадным количеством осложнений. Вы знаете, затянуть роды, конечно, наверное, можно в попытке похудеть. Потому что это очень активный процесс, очень энергозатратный. Но вы знаете, пока женщина худеет в родзале, ее ребенок испытывает громадную гипоксию. Потому что в родах ему очень тяжело, там очень узкое место, через которое ему приходится протискиваться. И роды должны идти, в принципе, при хорошей родовой деятельности и достаточно активно управлять ими должен акушер-гинеколог, а не вялая матка, женщина, которая когда-то курила. Поэтому нужно это понимать и ответственность за здоровье в этом случае лежит не на акушере-гинекологе, а на женщине, которая безрассудно отнеслась к продолжению своего рода. И это очень неправильно. Есть еще одна система, которая страдает у того, кто курит, это сосуды. И основных поражений сосудистых два. С одной стороны активно развивается облитерирующий эндартерит, а с другой стороны атеросклероз сосудов. Облитерирующий эндартерит развивается из-за того, что никотин, который находится в компонентах табачного дыма, один из основных компонентов, он обладает сосудосуживающими свойствами, он активно то сужает, то расширяет сосуды. Вот эта игра сосудов многим нравится, потому что изменяется активность мозга, но вот такая игра сосудов нижней конечности приводит к тому, что сосуды в конце концов спазмируют, просвет сужается и возникает неблагоприятное осложнение облитерирующий эндартерит. Со стороны центра идет другое осложнение это расшироз сосудов, потому что никотин вы вдыхаете через легкие вместе с другими токсичными компонентами, они всасываются великолепно в органах дыхания, попадают в кровь, увеличивается вязкость крови, но это мелочь в данном случае, дальше они подходят к сердцу, сердце делает толчок в большой круг кровообращения, а там аорта. И токсический удар вот такими компонентами табачного дыма по аорте приводит к тому, что там активно и вне зависимости от паспортного возраста развивается атеросклероз сосудов. К чему это приводит? Ну, в принципе, страдают ноги и страдает сердце. И какие сосуды первыми у вас начнут барахлить, это зависит от индивидуальных особенностей вашего организма. Но, если у вас первыми в худшем состоянии будут сосуды нижних конечностей, у вас появляется бонус бесплатный. У вас исчезает необходимость проводить эпиляцию, потому что нарушается питание волос на ногах, ноги освобождаются от волос самостоятельно. У вас эпиляция на ногах, в принципе, как лечебная процедура, она исчезает. Вы начинаете экономить. Но, вы знаете, это первый шаг. Дальше начинаете активно тратить. Потому что вместе с этим нарушается питание тканей. И любая трещинка, любая ссадинка превращается в громадную проблему, которая не хочет заживать. На ногах великолепно развивается грибок. Грибкам нужно что? Нужно исключить кислород. Вы его исключили. Сосуды забиты. Кислород туда не идет. Все прекрасно. Но, с холодными нижними конечностями можете, в принципе, какое-то время побороться. Можно взять влажные носки. Обычные хлопчатобумажные носки смочили водой комнатной температуры, одели сверху шерстяные. Через какое-то время у вас сосуды расширятся, ноги потеплеют. В принципе, с одной стороны, это неплохо. Но, сосуды-то никуда не делись. Вы улучшили кровообращение. А сосуды, как были плохими, так и остались. И самый неблагоприятный признак, это перемежающаяся хромота. Когда вы идете с какой-то интенсивностью, вдруг у вас появляется боль в икроножных мышцах. И вы вынуждены остановиться, постояли. Боль через несколько минут отпустила, и вы опять готовы идти. Вот такая перемежающаяся хромота, она говорит о том, что у вас сосуды нижней конечности уже забиты, кровообращение нарушено, и вероятность того, что там разобьется гангрена, очень велика. Потому что вслед за выпавшими волосами и за изуродовыми грибком ногтями трофика нарушается дальше и погибают просто клетки. И по большому счету у вас вот две ситуации. С одной стороны вот такая перемежающаяся хромота ограничивает вашу двигательную активность. С другой стороны, если у вас ноги хорошие, может опережать атеросклероз сосудов. И вы, двигаясь с определенной скоростью, у вас появляется боль в области сердца, то есть приступ стенокардии. И вы останавливаетесь таким путем. В принципе, двигаться и в первом, во втором случае активно нельзя. Нужно переждать боль, нужно активно себе помогать. Но, вы знаете, если атеросклероз сосудов сердца, можно еще как-то скомпенсировать, там, ну, можете проверить, сделать коронарофию, проверить состояние сосудов, да, можно поставить шунты, ну, один шунт стоит достаточно дешево, относительно дешево, там, какие-то 5-10 тысяч долларов стоит, один шунт таких шунтов обычно ставят три, то есть, если у вас там тысяч 30-40 есть на банковском счету, то вы, в принципе, можете на какое-то время отсрочить эту ситуацию, решить, то с ногами значительно хуже. Вот там сосуды очень сложно заменить, потому что протяженность достаточно большая. и там, как правило, хирурги делают другую операцию, не аортокоронарное шунтирование, не стентирование сосудов, а ампутацию нижней конечности, верхней трети бедра. И вы знаете, если раньше вы носили брюки, то теперь ваши брюки это короткие шорты будут, потому что ноги будут обрезаны достаточно высоко. Нет смысла ампутировать ноги на большем удалении от центра, потому что просто там не заживает, просто все сосуды на ногах гибнут, и у вас вариантов мало, у вас вариант один. Это операция, вернее, вариантов два, потому что нижней конечности две. Можно потерять обе сразу, можно потерять по одной. Но здесь ситуация очень неблагоприятная. Я не знаю, сколько стоит вот такая вот ситуация. Цена, на мой взгляд, чрезмерно от такой попытки вот знаете, просто покурить. Потому что в принципе я еще автопортрет курильщиков не закончил. Вы знаете, на пачках сигарет часто рисуют губы немножко видоизмененные. Да. Рак, нижние губы это классический пример поражения никотином. Потому что когда вы курите, у вас максимальное действие именно в этой зоне находится. Но если вы думаете, что это единственная проблема, кстати, легко диагностируемая, тут не вопрос, все, на периферии, главное, чтобы вы не затянули, не начали лечиться народными средствами, там, пищевой содой не начали лечиться, а все-таки пошли к онкологу, который решит эту ситуацию легко и просто, на ранних стадиях, без последствий для вас. Но это периферии, это видно сразу. А что вы будете делать с раком горла, который возникает тоже в этой ситуации легко. Хирурги тут не берутся не оперировать, вот тут вы будете бросаться во все тяжкие, чтобы решить ситуацию. Она решается очень плохо. А есть еще рак легких, рак бронхов, рак пищевода, рак желудка, рак толстого кишечника. У мужчин опухоль простаты резко увеличивается частота, у женщин молочные железы. Вы знаете, какую долю в структуре онкологии имеют эти заболевания? Это более 50%. Представляете, на какую ситуацию вы себя провоцируете, продолжая курить? Может все-таки решитесь, один раз проявите мужественный поступок и в процессе этого видео примите решение все-таки бросить курить, а не развить у себя любые варианты вот этого автопотрета. Кстати, вы уже можете сравнить с тем, что вы имеете. Гастрит, бронхит, а все остальное это перспектива. В чем перспектива реальная? И зачем вам в эту перспективу играть? Вы знаете, что-то нечет, это у меня не будет, это будет у кого-то. Знаете, это, конечно, хорошо, но, на мой взгляд, это неправильно. Поэтому я считаю, что вот желание бросить курить, вот то, которое у вас созрело, если вы хотите его немножко усилить, то вернитесь к началу видео. Просмотрите его сначала, просмотрите еще раз те последствия, которые вызывают курение в организме любого человека и примите в конце концов это решение жить лучше и дольше, но без никотина, без этой вредной привычки, которая никому еще пользы не принесла в этой жизни, а только вред. Быстрый, отсроченный, вы знаете, это все здорово, но, для тех, кто долго прожил, курильщики не отмечены. Да, есть те, кто курят и прожили долго, но я представляю, сколько бы они прожили, если бы они не имели этой вредной привычки. И чем раньше вы бросите, тем больше здоровья у вас останется и дольше вы проживете. А если вам нужна помощь врача, фитотерапевта, диетолога, который поможет вам и создать оптимальное питание, чтобы мозг в вас работал оптимально, мощно, интенсивно, без состояния стресса решал те проблемы, те задачи, которые вы перед собой ставите, если вам нужен диетолог, который поможет регулировать вам вес, если вам нужен фитотерапевт, который поможет вам очистить ваш организм от той грязи, которую вы годами, а может быть десятилетиями вводили в свой организм, не вопрос, не стесняйтесь. Контакты вы видите, вы по ним легко можете обратиться. Как и отправить видео, знаете, бросать курить лучше в компании, так лучше. Отправьте это видео своим друзьям, знакомым, которые курят, и может быть где-то у них есть желание бросить курить, но решительности не хватает. Бросайте в компании, это всегда лучше, это всегда проще, это всегда результативнее. Тогда уровень здоровья увеличится не только у вас, но и в вашей семье, в вашем трудовом коллективе, в городе, в стране, на планете в целом. потому что здорово, конечно, курить, наверное, уходить таким образом от проблем. Но проблемы нужно решать тогда, в принципе, многие ситуации становятся по-другому, и другими глазами человек может смотреть на эти ситуации. Потому что, в принципе, конечно, есть еще одна причина, по которой не бросают курить. Да, я понимаю, когда человек полностью седой, у него приобретается такой характерный, интересный цвет волос, потому что все-таки никотин окрашивают в желтоватые оттенки. Вы знаете, это уже такая мелочь. Эти ситуации можно решать совершенно другими путями, поэтому не стесняйтесь. Бросайте курить. Это легко и просто. Я это сделал, последнюю сигарету выкурил на втором курсе мединститута. Да, пытались меня таким образом подсадить на эту привычку, но вы знаете, я как-то решил, что все-таки я со своими ситуациями буду справляться другими путями. Чего я вам желаю. А я подумаю еще, какое видео написать для вашего здоровья и активного долголетия. А вам пожелаю, как всегда, крепкого здоровья и разумного к нему отношения без вредных привычек.